Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И вы меня просили показать вам протокол фиксации результатов по тесту HandTest, тест руки. Это простой элементарный бланк протокол, то есть он вот собственно так и выглядит, как вы сейчас видите его на своих экранах. Тут нет совершенно ничего хитрого. Самое главное это подоплека всего этого. То есть бланк понятно, вот так его можно самому изготовить, ничего сложного, фамилия, имя, отчество, дата обследования, дата рождения обязательно, возраст это учитывается при расчетах и соответственно пол. Нормативы по гендерным различиям понятно разные. Самое интересное не бланк уж если на то пошло, и я вам его показываю откровенно и открыто. Самое главное те формулы, те расчеты, которые мы применяем при фиксации результатов, то есть при обработке вот этих самых результатов. То есть самое главное это теория, как и везде пожалуй. То есть тут достаточно сложные формулы, непростые прямо скажем. И они позволяют вычислить те результаты, которые мы можем получить по этому замечательному проективному тесту. Сравнимому по своей эффективности с такими патопсихологическими методиками, как исключение предметов, классификация, ТАТ, тематический оперцепции тест, РАТ, рисуночные оперцепции тест и так далее. Методика хенд тест абсолютно рабочая, отлично себя зарекомендовала в работе клинических медицинских психологов. Но надо понятно знать формулы, надо знать расчеты. Они не простые прямо скажем, подчас парадоксальны, но результаты по человеку получаются суперские, эффективные. То есть можно многое понять и прочувствовать, что из себя представляет человек в плане агрессии, в плане отношения к окружающей действительности, каких-то самозащитных или агрессивных реакций, ну и так далее. Все это в теории, в методологии присутствует, в той методике, которую мы предлагаем к реализации. Просили, показываю. Это будет пожалуй целый цикл таких видео, просили, показываю, рассказываю. На этом все, благодарю за внимание и удачи вам!